Про Луну тут какое-то недоразумение. Да, были космонавты на Луне, астронавты точнее на Луне. В 70-е годы были три доставки лунного грунта, нашими лунами 16, 20 и 24. И грунт это проанализировал, но мы за это время, опять-таки здесь все развивается по спирали, где-то в 80-е, 90-е годы как-то считалось, что про Луну все ясно. Ну и Соединенные Штаты и Европа в общем-то сразу сосредоточились на других задачах. Но уже с начала 2000-х годов стали поступать данные, что про Луну мы знаем совсем немного. И так же как на Земле, Арктические и Антарктические области отличаются от Сахара и Каракумов, так же полярные области Луны отличаются от среднейширотной Луны, где были все посадки и наших аппаратов, и американских астронавтов, и американских разведывающих тоже аппаратов перед космонавтами СРВ. Есть такая карта, у меня в презентации часто показывают эти точки, и они все сосредоточены в достаточно низких широтах. В полярных областях Луны были под поверхностью найдены довольно ощутимые запасы воды, которые, мы думаем, принесены туда кометами. Кометы помимо воды, они приносят громадное количество разных разнообразных органических соединений, мы знаем, считаются такими разносчиками жизни во Вселенной. И мы думаем сейчас изучать нереголит, который выбрав действительно хорошо известен, это такой лунный грунт, связанный с такой переработкой поверхности за счет ударов микрометеоритов. А включение в него, летучее включение, самое интересное, мы, может быть, найдем действительно какие-то разгадки происхождения жизни и на Земле.